Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире информационный выпуск радио Карачаева Черкесии и Вести. На календаре среда, 30 марта. С главными новостями в студии Болду Байрамукова. Официальная хроника. В Министерстве внутренних дел по Карачаевой Черкесии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 98-летию со дня образования дежурных частей в системе МВД России. За образовое выполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником, отличившимся сотрудникам были вручены различные награды. Вы слушаете Радио России, Карачаева, Черкесия. Новости образования. В Индустриальном технологическом колледже Черкеска состоялась вторая республиканская студенческая научно-практическая конференция «Интеллектуально-творческий потенциал будущего», посвященная 75-летию профобразования России. Работа мероприятия проходила в трех секциях – познание и творчество, ремесла и профессии, истоки, традиции, современность. И я здесь учусь, и это мне нравится. В Карачаево-Черкесском филиале Московского финансово-промышленного университета «Синергия» состоялась вторая международная научно-практическая конференция «Экономическая безопасность России. Состояние, проблемы и перспективы». В процессе совместной плодотворной работы участников мероприятия рассмотрены проблемы и перспективы экономической безопасности страны. В целях обеспечения информационной безопасности и максимальной прозрачности и открытости все аудитории для проведения единого государственного экзамена будут обеспечены к 20 мая 2016 года стопроцентным онлайн-наблюдением. На эти цели в республиканском бюджете выделено 6 млн 600 тыс. рублей. Кроме того, пункты проведения ЕГЭ будут оснащены металлодетекторами, рамками и средствами подавления сигналов сотовой связи. Наблюдать за ходом сдачи единого государственного экзамена на портале «Смотри ЕГЭ» могут лица, зарегистрированные в качестве общественных наблюдателей. В республике создан Ситуационный центр по контролю за проведением ЕГЭ на базе РИПКРО, который будет заниматься оперативным анализом, направленным на повышение объективности единого государственного экзамена и проведение его без нарушений. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Новости культуры. В Карачаево-Черкесии подвели итоги 4-го республиканского конкурса ансамблевого и оркестрового исполнительства учащихся детских школ искусств региона, в котором приняли участие 43 коллектива. По итогам конкурса, по решению жюри, определены 8 победителей в разных номинациях. Народный театр «Инжич» из Абазинского района стал победителем республиканского фестиваля конкурса любительских театральных коллективов и конкурса чтецов «Играй театры». В номинации за лучшую режиссерскую работу жюри по достоинству оценила оригинальную музыкальную постановку сказки Шарля Перо «Золушка на абазинском языке». В Карачаево-Черкесии стартует первая телевизионная интеллектуальная игра на карачаевском языке «Эрудит», нацеленная на воспитание в молодежи уважительного отношения к культурному и историческому наследию своего народа. Игра будет включать в себя три тематических тура – «Духовное богатство», «История народа» и «Традиции и обычаи». Пилотный выпуск проекта будет представлен 6 апреля текущего года в эфире в ГТРК ГТРК «Карачаево-Черкесия». Вы слушаете Радио России «Карачаево-Черкесия». Другие вести. В Карачаево-Черкесии подведены итоги конкурса молодежных бизнес-проектов и бизнес-идей «Ты предприниматель». Конкурсная комиссия, в состав которой вошли как федеральные, так и региональные эксперты, определила пятерых претендентов. Наибольший интерес вызвали такие проекты, как создание языковой школы национальных языков, арт-студии «Сувенирная лавка», квест-комнат, организация исследовательских туристических походов и сбор дикоросов. Победители проекта получат материальную поддержку на открытие бизнеса по 100 тысяч рублей каждый. Молодежный отдел Пятигорской Черкесской епархии провел ежегодную интеллектальную игру «Бриринг», в котором приняли участие представители всех церковных округов. Темой игры стала «Тысячелетие русского присутствия на Афоне». В команду Южного Карачаево-Черкесского церковного округа вошли казаки молодежной сотни Зеленчугского станичного казачьего общества. Вы слушаете «Радио России» Карачаева-Черкесия. И о спорте. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол Черкеска» состоялся первый всероссийский турнир памяти депутата Народного собрания Карачаева-Черкесии, чемпиона мира по самбо Мухаммеда Кунижева. В соревнованиях приняли участие 133 спортсмена из 12 регионов страны. В своих весовых категориях победителями стали Алим Фартов, Аскерби Гербеков, Иналь Шагошев, Мурат Марданов, Иналь Цагов, Аслан Тляруков, Рашид Куджев, Замрад Хатков и Аслан Хачиров. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. Карачаева-Черкесия. Дождь. Днем умеренные. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9. Уважаемые слушатели, с 21 марта 2016 года программы всех редакций Республиканского радио теперь можно услышать на официальном сайте нашей компании gtrkkachr.ru. Оставайтесь всегда с нами на канале Радио России и на нашем сайте gtrkkachr.ru. На этом информационный выпуск радио Карачаева-Черкесии-Вести подошел к концу. С главными новостями в студии была Булду Байрамукова. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного дня и хорошего настроения. А эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Не переключайтесь.